Вам не противно сегодня смотреть, как нынешние молодые ребята, не умеющие многого из того, что умели вы и ваши товарищи по команде, требуют уже столько, что просто в голове не укладывается, как можно столько требовать. Не просят, а требуют. Ну, это большая проблема. К сожалению, она вышла из-под контроля государственного. Значит, находится в прерогативе клубных интересов. Поэтому такие вопросы возникают и возможны. Раньше это было невозможно сделать. Почему? Потому что было, в общем-то, какое-то организационное начало, которое давало возможность на одном и том же уровне приблизительно решать эти вопросы, вопросы мотивации. Большие деньги, на ваш взгляд, не развратили футбол? Развратили. Ну, хорошо. А что дальше? Ну, покупали игрока за 10 миллионов. Казалось, это ох, как много. Потом 20, 30, 40, 50, 70. Дальше что? Я, честно говоря, даже не знаю, какой выход. Почему? Потому что никогда в жизни такими суммами не оперировал. Не знаю, как они влияют на психику. Если бы мне предложили, я бы тогда подумал, сделал бы выводы, как это влияет. А так я... Может, футболист думать об игре, если ему приходится думать о том, как вложить эти деньги? Как они должны дальше работать? Я с вами согласен. Это большая проблема. Почему? Потому что, когда тебе там пообещали такую крупную сумму, я уже проигрываю психологию этих молодых ребят. Они уже на поле не думают, как отдать мяч, как там принять, как забить. А думают, куда бы это вложить, как бы это использовать, как бы их потратить. Спасибо. Спасибо.